упомянуто в этом докладе из Железной горы, оно за последующие 50 лет сбылось. То есть это было реальное какое-то политическое исследование, геополитическое исследование серьезных ученых. Судя по языку, да, это был не памфлет, это было абсолютно серьезно. И они планировали абсолютно серьезно контролировать население и зарабатывать при этом деньги как раз на освоение космических программ. Скорее всего, поэтому мы видим много космических фасификаций, потому что на это выделяются огромные бюджетные деньги, которые тратятся на что-то другое. Вот многие не понимают, говорят, для чего... На тайные программы, например. Да, для чего нам обманывать, вот почему ты думаешь про космос, нам врут. Вот ты видел официальное видео выхода в космос 66-го года, 3-го июня? Вот я сейчас поставил... То есть ты имеешь в виду выход в космос космонавта Леонова, но это просто очень корявый мультик. Американский, американское есть еще видео, потом его подтерли, но вот оно у меня есть, но на некоторых сайтах можно его найти. Вот сейчас оно у меня на экране, я не знаю, ты, наверное, не можешь видеть сейчас. Я не могу его сейчас видеть, потому что я его, во всякий случай, не включу. Но ты посмотри на выход Леонова и... Да все это... Надо это же американский смотреть. И Леонов. Вот сейчас просто у меня американское, оно в этом самом... Висит кабель, подвесили человека за задницу, крутят какой-то глобус, и это официальное было видео выхода в космос американцев 66-го года. Ну, я тебе еще один пример приведу. Я смотрел интервью с дочерью Юрия Гагарина, по-моему, оно вышло в 94-м или в 96-м году. Она сказала, что моего папу снимали уже после его прилета в космос. То есть она сказала, что ее папа, Юрий Гагарин, сказал ей, что кадров его полета в космос, по крайней мере, ему они показаны не были. Из чего я могу, например, заключить, что, возможно, их и не было. Потому что они не знали, прилетит он или не прилетит, удастся запуск или не удастся. Поэтому то, что нам показали, как он садится в корабль «Восток», потом прилетает, на самом деле снимали уже после, потому что они уже были уверены, что, по крайней мере, он вернулся живым. Но из этого, конечно, не следует, что он вообще никуда не летал, но из этого следует то, что разные первые полеты, например, как «Приземление Терешковой», которые показывали совершенно нереалистично. Она вышла и абсолютно на нее, по-моему, даже не повлияла невесомость. То есть она как бы шла сама. Но то есть явно это снимали не в тот момент, когда она приземлилась. То есть это была какая-то, как ее называют, рекреация этих настоящих событий, если они действительно были. То есть они просто сняли, ну если не в студии, они сняли ее уже там неделю. Я просто пересматривал все кадры первых полетов в космос, они были достаточно смешными. Я уже не говорю там о американской высадке на Луну, Аполло-11, тоже было достаточно смешно. Какие выводы из этого делать в точности, я не знаю, но то, что там этих визуальных фальсификаций одна на другой на протяжении последних 60 лет, это факт. Потом, Вадим, на стриме, да, обязательно посмотри, вот этот момент запомни, когда мы с тобой говорим про космос. Вот я сейчас картинку увеличил, да, у меня идет гифка про этот выход в космос. Там у него, понимаешь, его за задницу повесили, ему говорят, так, крути, с кабелем что-нибудь делай, тяни шнур. Ну, это вообще смешно на это смотреть на самом деле, да. Я думал, это сначала просто какая-то шутка. Да нет, я на многих сайтах начал искать, рыть. Это официальное видео выхода в космос американцев 3 июня 66-го года. Просто сегодня невозможно поверить, что такое люди схавали тогда, понимаешь? Ну, тогда же особенно не было выборов. То есть человек смотрел такие вещи по телевизору. Это же те не, там, сегодняшние времена, когда ты смотришь на Ютьюбе или там времена, скажем, 90-х годов, когда человек может включить видеомагнитофон, заснять что-то, потом остановить кадры, посмотреть. Тогда люди смотрели это по черно-белому телевизору, ну, реже по цветному их, их тогда было очень мало. И разглядеть что-то на них было маловероятно, тем более, что вот сюжет прошел, и все, никакой записи не осталось. Показать эту нелепицу сможешь уже. Так что тогда обманывать было проще. Это сейчас уже сложнее. И то это работает. И то люди хавают. Понимаешь, вот даже это видео, которое сейчас у меня на экране, многие посмотрят, скажут, да не, это настоящий выход в космос. И вот с такими людьми, бывает, сталкиваюсь где-то так вот. С ними вообще бесполезно о чем-либо говорить. Ну, вот тот же самый выход в космос Леонова какой-то год. 62-й, да? То есть, посмотри, это абсолютно смешной мультик. Потом тот же самый Леонов одно время поздравлял астронавтов Аполло-11 с высадкой на Луне. На протяжении десятков лет давал интервью, что вот американские коллеги, они да, действительно были на Луне. А потом в один из своих последних годов жизни сказал, что это на самом деле снимал Стэнли Кубрик. Да. То есть, тоже любопытно. Кстати, Леонов, он же был вице-президентом Альфа-банка, к твоему сведению. И очень много часто вот этих астронавтов, где-то фотографии есть, где у них масонский перстень. Я не знаю, фотошоп это или нет, но... Нет, это не фотошоп. Все астронавты, которые высаживались на Луну, все первые астронавты, они все были масонами. Это не фотошоп, они все были официальными масонами. Барс Олдрин, который как раз был одним из первых, ну, вторым после Нила Армстронга, который вступил якобы на Луну, он привез туда масонский флаг южной юрисдикции шотландского обряда, водрузил его и потом собрал, сфотографировал и вернул обратно и передал великому магистру южной юрисдикции шотландского обряда. И есть вырезка из газеты, где он это делает. Так что это не секрет. Это официальная история. Вадим, а где твой масонский перстень? Я вот свой забыл сегодня одеть. Мне не нравится носить перстень. Ну, понятно. А я сегодня просто забыл. В ванной оставил, когда мылся. Ну, это я шучу, конечно, ребята. Они воспринимают это серьезно. Это я к тому, что часто нас называют, что мы проплаченные, мы там масоны, мы там на глобалистов работаем, еще что-то. Все это, конечно, бред. А, кстати, обрати внимание, ведь люди вообще не верят, что кто-то действует из своих собственных убеждений. То есть они равняют всех по себе. Да. Если человек абсолютно корыстный и ничего бесплатно, согласно своим собственным убеждениям, не делает, то он считает, что все вокруг именно такие же. Поэтому, ну, вот как раз хороший пример. Чего ругать глобалистов, если люди поступают, ну, ничем не отличаясь от них? Чем они лучше? С такими-то мыслями. Да, они даже не могут допустить, что просто хочется дать людям информацию, что хочется как-то изменить мир, как-то что-то полезное сделать. А еще можно при этом совмещать это со своими интересами. То есть если ты пытаешься дать людям информацию, которая согласуется с твоими собственными убеждениями, то такой человек чувствует себя вполне комфортно в гармонии с самим собой. Это очень тяжело, когда ты постоянно врешь, и там у тебя какая-то внутренняя работа и внутренние угрызения совести, которые мучают многих там пропагандистов, которые вынуждены давать ложь. Ну, с такими людьми, конечно, с такими людьми гораздо сложнее. Может быть, эти люди, которые пишут подобные комментарии, они сами себя к таким причисляют. Но вот лично для меня, у меня нет никаких проблем, потому что я действую согласно своим собственным убеждениям. И если они совпадают с моими собственными интересами, то тем лучше. Я тоже, конечно, это приятно. Приятно, когда присылают донаты. Я никогда не прошу. Ну, вот сегодня ребята 30 евро мне прислали. Мне говорят, я сижу, деньги собираю, донаты собираю. Ну, плюс YouTube платит там какие-то копейки там, и из него выходят. Ну, хоть что-то, какой-то доход все-таки это приносит. Да, если у тебя много просмотров, конечно же, опять. Ну, вот так. Ну, что ж, Вадим, спасибо тебе большое. Не будем тебя больше сегодня задерживать. Вот такой у нас сегодня эфир сумбурный немножко. Я спят эфир, по-моему, сейчас, если я не ошибаюсь. Да, сейчас вроде пока ничего не зависает. Возможно, это с интернетом действительно были какие-то проблемы. Это хуситы. Да, перерезали кабель. Парни в шлепках, короче. Да, слушай. Ну, что ж, хорошего тебе дня. И до следующего. Все взаимно. Да, до следующего вечера. Всего хорошего вечера. Спасибо, пока. Пока, до следующего раза. Так, вот, ребята, это был Вадим Шагалов. Ну, что, видите, что происходит, да? С какого раза у меня запустил. Сейчас вроде ничего не виснет. Ну, что ж, звоним Охотнику, ребята. Будет тоже мега интересно. Да, Вадим Шагалов. Вот канал у меня. На экране Вадим Шагалов. Окультные игры элиты. Ребята, никто, ни Вадим мне не платит. Ни я ему не плачу. Ничего. Просто интересный человек. Мы с Вадимом дружим. Он у меня выступает. И я за это делаю ему. Ну, пусть это реклама будет или что-то. Да, это нельзя назвать рекламой. Просто вот кто ищет его канал, вот его канал. Никаких здесь денег, никаких финансовых подоплек. Вот многие почему-то так считают, что все проплачено. Сколько тебе платят. Вот они по своей. Вот они думают, что они бы это делали только за деньги. Вот если у людей проблемы с деньгами, вот они так говорят обычно. Так, ну что, ребята, звоним тогда Охотнику. Да, вот надеюсь, что ничего не зависнет. Хочется надеяться, да. Так, Охотнику я как звоню. Ребят, подсказывайте. Спасибо, подсказали.